Здравствуйте, доброе утро. Спасибо, что вместо своего утреннего кофе вы слушаете, как эндоскописты посягают на самое святое, на хирургическое лечение рака желудка. А куда направлять, чтобы я работала? Так? А, всё? Всё. Ну, мы только что прослушали лекцию по актуальности такого заболевания, как рак желудка. Он занимает четвёртое место среди онкологических патологий по встречаемости, уступая только опухолям лёгкого молочного железа и толстой кишки в общей популяции. В России заболеваемость рака желудка составила 68 человек на 100 тысяч населения в 2015 году. Около 53 из выявленных пациентов умирает от данного заболевания в течение первого года. К сожалению, в России, ввиду отсутствия скрининговых программ, частота обнаружения ранних форм рака желудка не превышает всего 10%. В то время как в странах Азиатско-Тихоокеанского региона эти цифры колеблются от 60 до 70%. И ни для кого не секрет, а только что такая ранняя диагностика является основным фактором улучшения результатов лечения данной патологии. Что же такое ранний рак желудка? Это опухоли, ограниченная слизистой оболочкой или подслизистым слоем стенки желудка, независимо от наличия или отсутствия метастазов в региональные лимфатические узлы. Почему мы можем лечить ранний рак желудка эндоскопически? Почему мы можем позволить себе это делать? Потому что риск метастазирования при, например, внутрислизистых опухолях равен нулю. При опухолях инвазиях в подслизистый слой, если это СМ1 инвазия, он не перегоняет 3%. И если сравнить эти цифры, например, с летальностью после стандартных хирургических операций, после гастроктомии, то эти цифры сравниваются. Существуют расширенные стандартные показания для удаления раннего рака желудка. К стандартным показаниям является дифференцированная внутрислизистая опухоль, не превышающая размеров 2 см. К расширенным показаниям относятся внутрислизистая опухоль любых размеров без изъязвления. Если есть изъязвление, то опухоль не должна превышать 2 см. Если есть инвазия в подслизистый слой СМ1 инвазия, то опухоль не должна превышать 3 см. В нашем институте мы живем по расширенным показаниям, потому что очень много больших мультистровых исследований, которые показали, что онкоспецифическая выживаемость при абсолютных и расширенных показаниях одинаковая. Соответственно, мы можем себе позволить это делать. В нашем институте существует уже сформировавшийся алгоритм обследования пациентов с подозрением на ранний рак желудка. Мы находим эпителиальное новообразование, верифицируем его как злокачественное, выполняем компьютерную томографию грудной и брюшной полости. Если по данным компьютерной томографии мы увидим, что опухоль не выходит за пределы стенки желудка, выполняем эндоскопическую ультрасонографию. Если видим сохраненный подслистый слой, то выполняем эндоскопическую диссекцию в подслистом слое. Есть такие три основные кита сложности, даже не столько стадирования, сколько взаимодействия эндоскопистов и хирургов. Во-первых, это язвенные формы. Для хирурга-онколога язва равно инвазивный рак. Не всегда это так. На всех предоставленных здесь слайдах опухоли пролечены эндоскопически радикально по результатам морфологического исследования после операционного материала. И все они направлялись к нам на хирургическое лечение, как с диагнозом рак желудка из зеленой формы или блюдцеобразную опухоль. То есть для хирурга, который сидит на приеме, который отбирает пациентов для хирургического лечения, это равно гастрактомии. Не всегда это так. Язвы всегда ведут за собой рубцы. Это тоже большая проблема, потому что когда мы видим такую конвергенцию складок, и всегда это смазывает очень эндоскопическую картину, потому что когда мы выполняем амбултарсонографию подслистый слой истонченный, и очень сложно дифференцировать. Истонченный он за счет того, что это выраженный фиброз на фоне извязления, или истонченный он за счет того, что это опухолевая инвазия. Но вот даже в таких жестких рубцах, как на представленном слайде слева, после эндоскопической диссекции выяснилось, что это внутрислизистая карцинома. То есть мы ее совершенно спокойно могли и удалили эндоскопически. Третья притча в языцах для сложности взаимодействия хирургов-эндоскопистов для выбора тактики лечения раннего рака желудка – это размеры и вопросы о поражении лимфатических узлов регионарных. И слева, и справа опухоли одинаковых размеров. Слева, и справа – это 6-сантиметровые опухоли, которые выбухают в просвет желудка. По данным компьютерной томографии, опухоли подтягивают стенку желудка. Но вот только на слайдах слева, не для того, чтобы был курсор, надо вот так, да. Пациентки выполнили гастроктомию, а на слайде справа пациентка осталась желудком. А по гистологической верификации и там, и там пришел ранний рак. И те, и те пациенты могли остаться с органосохраняющей операциями. Ну, вот такие вопросы сложные и дискутабельные в нашем институте в последнее время решаются компромиссным, скажем так, компромиссной методикой. С сентября этого года мы выполняем эндоскопическую диссекцию в последствии с забором лимфатического узла лапароскопическим методом, лапароскопическим доступом. Я не буду сильно останавливаться на этом слайде, потому что у нас будет целый доклан, посвященный этой теме. Ну, по поводу раннего рака у нас выполнено уже 15 таких операций, и вот как вы на слайде видите, методика работает. Мы живем по расширенным критериям. Мы удаляем опухоли любых локализаций в желудке, любых размеров в желудке, потому что эндоскопическая диссекция является не только методом выбора радикального лечения раннего рака, но и методом выбора стадирующей операции. Эндоскопически мы можем позволить себе удалять опухоли с, как я сказала, внутрислизистой и сподслизистой инвазии не больше 500 микрон. Ни один человек на дооперационном этапе не может сказать, инвазия в сподслизистой слой 500 микрон или 560. А разница большая, потому что при СМ1 инвазии риск метастазирования превышает 3%, а при СМ2 инвазии и СМ3 инвазии он превышает 20%. Это очень большая разница. Соответственно, мы выполняем эндоскопическую диссекцию как стадирующую операцию, удаляем эту опухоль, отдаем ее морфологам. И если мы понимаем, что мы уложились в свои 500 микрон или эту опухоль внутрислизистой, этот пациент считается радикально пролеченным от раннего рака желудка. Если мы понимаем, что глубина инвазии или лимфоскулярная инвазия не позволяет нам сказать, что это радикально пролеченный пациент, этот пациент всегда может отправиться на хирургическое лечение. Потому что желудок сделать диссекцию, а потом сделать гастроктомию, субтотальную резекцию можно всегда. А вот если это опухоль ранее, то выполнить эндоскопическую, ну, пришить желудок обратно, как-то, насколько я знаю, невозможно. Ну, на данном слайде представлена стандартная методика выполнения этой операции. После того, как мы размечаем опухоль когуляционными метками, мы выполняем циркулярный разрез. Это такая самая кропотливая часть операции. И после выполнения циркулярного разреза выполняется сам этап диссекции в последствий слое. Вот вы его сейчас видите. Опухоль в последствий слое вводится, раствор подкрашенный дегокармином, для того, чтобы лучше видеть сосуды и не привеждать их при операции. И опухоль отсекается и отправляется на гистологическое исследование. Так очень приятно его видеть, если все хорошо получилось, что такой небольшой дефект желудки и радикально пролеченный рак. Благодарная операция. После того, как опухоль мы удалили, мы даем ее гистологам для того, чтобы они определили радикально, мы это сделали или нет. Для этого мы ее всегда фиксируем по краям, для того, чтобы у нас не было ложноположительных вертикальных краев. Гистологи нарезают опухоль шагом не более 2 мм, для того, чтобы оценить во всех срезах глубину инвазии и лимфоваскулярную инвазию. Что должны отразить морфологи, для того, чтобы мы понимали, радикально мы вылечили пациента или нет. Это гистологический тип опухоли, это степень дифференцировки, это глубина инвазии, это глубина инвазии в микронах, если это опухоль, простающая в последствий слой, это положительные или отрицательные края резекции и наличие или отсутствие лимфоваскулярной инвазии, как главного предиктора отдаленного регионального метастазирования. За последние 5 лет нами пролечено было 90 пациентов по поводу раннего рака желудка. Практически все они были представлены, половина из них была представлена утряслистыми, высокодифференцированными аденокарциномами. Радикально мы прооперировали 99% пациентов. Продолжительность операции составила в среднем в районе 100 минут. За период наблюдения, средний период наблюдения у нас 24 месяца, но за период наблюдения у двух пациентов был выявлен местный рецидив. Одному из них была выполнена радисекция, второму – гастроктомия. Есть два основных вида осложнений при эндоскопической диссекции в последствиям слоя. Во-первых, это кровотечения. Они бывают как интероперационными, так и кровотечениями в послеоперационном периоде. Интероперационные кровотечения случились у 4 пациентов в нашем исследовании, кровотечения в раннем послеоперационном периоде у 5, и у двух пациентов они случились в послеоперационном периоде через 30 дней после операции. Оба они пренебрегали приемом ингибиторов в протонной помпы. Это совершенно так логично. Все наши кровотечения были остановлены эндоскопически. Ни одно из наших осложнений не потребовало помощи хирургов. Все мы решили без конверсии доступа. Второе осложнение – это перфорация. Интероперационные перфорации встретились у двух пациентов. Эндоскопические также не требовали конверсии доступа и не доставляли нам проблем в послеоперационном периоде. Очень легко это все клюпируется и не возникает никаких вопросов. Самое грозное осложнение послеоперационного периода, после эндоскопических диссекций в зоне физиологических служений – это всегда послеоперационные рубцовые структуры. Рубцовые структуры встретились у шести пациентов у нас, были купированы сеансами баллонной дилетации, не позднее трех месяцев с момента операции. Такие совершенно закономерные вещи, что малоинвазивный и такой легкий способ удаления опухоли, он всегда ведет к тому, что можно брать пациентов более соматически отягощенных, более пожилого и старческого возраста. Кроме того, ввиду своей минимальной инвазивности, если сравнить хирургическое лечение раннего рака желудка и эндоскопическое лечение раннего рака желудка, то количество послеоперационных осложнений практически одинаковое. Но если брать степень выраженности по клавеи на диндо, то, конечно, тут хирургическое лечение уступает эндоскопическому в разы. Что касается послеоперационных диспетических явлений, то после операции они были практически у третьих пациентов нашей группы эндоскопических диссекций. Это связано было с тем, что у всех этих пациентов в послеоперационном периоде язвенные дефекты, соответственно, они их беспокоят. Но уже через полгода, если сравнивать, то ни у кого из наших пациентов диспетических явлений нет, а у третьих пациентов, которые принесли хирургические вмешательства, они сохраняются. Ну, совершенно логично. В последнее время нас так заставляют считать, сколько мы тратим деньги на свои операции. Вот корейское исследование, которое сравнило эндоскопические операции и лапароскопические операции, если брать разницу с субтотальной гастроктомией, то она стоила, наверное, в три раза дешевле, если с тотальной гастроктомией, то в четыре. Ну, я так в плановый экономический отдел просто зашла, спросила, сколько стоит наша расходка одноразовая просто по инструментарию, и сколько стоит расходка на стандартную лапароскопическую гастроктомию. Ну, тут цифры говорят сами за себя. Послеоперационном периоде у нас есть стандартная схема наблюдения за этими пациентами. В течение первого года мы выполняем эндоскопическую эндоскопию каждые три месяца, и каждые полгода выполняем компьютерную томографию. Второй и третий год каждые полгода выполняем гастроскопию и компьютерную томографию, и в последующие годы выполняем исследование эндоскопическое и компьютерную томографию каждый год. Ну, в заключении хочется сказать, что используемые нами эндоскопические операции являются эффективными, безопасными и обоснованными с онкологической точки зрения методами лечения раннего рака желудка. Малоинвазивные эндоскопические операции значительно снижают затраты на лечение и сроки пребывания в стационаре, способствуют быстрой реабилитации и улучшению качества жизни больных. Наиболее важным в эндоскопическом лечении раннего рака желудка является адекватный отбор пациентов. Подобные вмешательства должны выполняться только в многопрофильных стационарах, где возможно взаимодействие между хирургической, эндоскопической и морфологической службой. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Я представляю, как трудно работать нашим переводчикам, поскольку нужно успеть все это вживую перевести. Я думаю, что профессор, оно вряд ли имеет полноценный перевод. Поэтому просьба, может быть, к докладчикам, с одной стороны укладывается во время, а с другой стороны постараться говорить не очень быстро, чтобы переводчики успели говорить. Уважаемые коллеги, есть у кого-нибудь вопросы? Да, пожалуйста. И большая просьба использовать микрофон для того, чтобы переводчики могли переводить. Спасибо большое. Нет, я понимаю, что вам это не важно. Переводчики не слышат, они не могут перевести. Спасибо большое за учительный доклад. Вопрос такой, а все-таки бывали случаи, когда после резекции давали рост по линии резекции и ваши действия? Да, у меня был слайд, где я говорила, что есть местная прогрессия двух пациентов. Почему? Одно было через год после десекции, а потом через три года после десекции. При этом морфоны нам везде давали радикально оперировать два жеребных края. Существовал японский гайвай, ну, азиатский гайвай, в котором мы живем. Там не говорится о том, что если действует рост по линии резекции, то ее можно выбирать злоскопически. Вот в одном случае мы сделали ради десекции, а в втором случае, для того, что это присоединяемый клетчатый рост по линии резекции, и кроме местной прогрессии, у него еще длина рост по линии резекции. Спасибо. И коротенькие, а все-таки экстрологические формы, они как-то влияют на объем десекции? Безусловно влияют. Во-первых, это и в наших показаниях обнаружено, что степень дифференцированных кислородических типов, это лимитирующая по размеру у нас структура. Вот по последнему ВИЧУ у нас в два года, что присоединяемый клетчатый рак окрещен к дифференцированным опухолям. То есть, в принципе, он может лечиться по тем же критериям, что и дифференцированным опухолям. Но, как показывает наш опыт, у нас не так много присоединяемых клетчатых раков, прооперированных эндоскопических, в районе пяти штук. Но у одной пациентки с внутрислизистым раком, то есть это Т1А опухоль, при взятии сигнального лимфатического узла, там подтвердилось то, что он поражен статически, во-первых. А второй человек, как я сказала, спрогрессировал местно. Ну, то есть тут такие пограничные ситуации. То есть, в принципе, мы можем их брать, но это так, дискутабельно очень. Спасибо. Будьте добры, если можно, последний вопрос и, возможно, краткий ответ, иначе мы выйдем из гонографии. Спасибо за интересный доклад. У меня два вопроса. Первый – при контроле используете вы эндоузи. И второй вопрос – компьютерную томографию вы принципиально делаете, или вы просто не различаете компьютерную томографию и магнитно-резонансную? Коротко, на вопросы, да, мы всегда используем компьютерную томографию, мы различаем, что разница у этих магнитно-резонансных. Да, нет. И по поводу эндогрузей, нет, мы не используем эндогрузей, там достаточно наших исключений. Вам все можно. Быстрые копии при осмотре в узком спектре. Уважаемые коллеги, у меня огромное просьба. Мы выйдем за график, поэтому я не могу отказать Александру Александровичу в вопросе. Остальным, пожалуйста, подойдите в куларах, потому что мы лишим возможности следующим спикерам высказаться. Да, время крайне, конечно, лимитировано, но все-таки при истончении подследистого слоя, насколько сильно портится препарат электрокоагуляции, насколько достоверны эти результаты? Нет, это очень важный вопрос, но у нас с электрокоагуляцией решена проблема тем, что мы работаем на режиме смешанной резкой коагуляции, поэтому мы их не запариваем последствия. При истонченном последствии, без разницы, все ясно. Как вы видите перспективу сквозной резекции желудка, чтобы избежать во всех проблемах? Мы не очень уж очень за график. Это тема отдельного доклада. Спасибо большое.